Требуем отставки Владимира Путина с поста президента Российской Федерации. Уже 67 муниципальных депутатов подписали это заявление. Большинство подписавших муниципальные депутаты округов Москвы и Санкт-Петербурга. Но также есть депутаты округов Якутска, Томска и Воронежа. Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам. Таким образом, муниципальные депутаты пытаются выразить свою антивоенную позицию. Всё началось с заседания местного муниципального совета Санкт-Петербурга 7 сентября. На нём депутаты обратились в Государственную Думу с требованием объявить импичмент президенту Путину. Из критиков военных действий на территории Украины впоследствии на пятерых муниципальных депутатов были составлены протоколы по статье о дискредитации армии. Среди них Дмитрий Болтруков, представляющий муниципальное образование Смольнинская Санкт-Петербурга. После этого депутаты других округов в Санкт-Петербурге, в Москве захотели также поддержать инициативу. Но соображение безопасности, она была немножко переформулирована. То есть в этой инициативе они требуют только отставку, никак не упоминают войну. Власть отреагировала максимально оперативным составлением на нас новых протоколов и вынесом решения о распуске Совета. А с другой стороны, наши коллеги, депутаты, подписывая сейчас обращение с требованием отставки Путина, уже показывают массовость, что это не только один совет, но это много людей, депутатов, которые недовольны текущей ситуацией. Муниципальный депутат Дмитрий Полюга был оштрафован на 47 тысяч рублей. Суд постановил, что Полюга публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти Российской Федерации. Сейчас главная цель у местных региональных наших властей показать, что депутаты наказаны, что это просто так без внимания не осталось, с одной стороны. С другой стороны, что их цель также не дать этому всему дополнительный оглас. Никита Юферев оштрафован на 46 тысяч рублей. Остальным трем депутатам, инициаторам обращения, тоже грозит штраф до 50 тысяч рублей. Что ждет тех, кто подписал петицию при действующей правоприменительной практике, сказать сложно. Примерно год назад во время заседания нашего совета пригремел взрыв. Четверо депутатов пострадали. Таким образом, нас пытались запугать. Мы протестовали и против внесения поправок в Конституцию. В частности, наше обращение к жителям нашего муниципалитета начиналось словами «лучшая поправка Путина в отставку». Поэтому с нами довольно давно борются, не стесняясь особо в методах. Для Дмитрия Болтрукова это уже второй протокол по административной статье о дискредитации российской армии. Первый на него составили еще в начале августа. Политик рассказывает, что подобные преследования Совета муниципальных депутатов со стороны власти начались задолго до 24 февраля. Будут ли применяться какие-то репрессивные механизмы в отношении депутатов, подписавших эту петицию, и какими они будут, здесь все зависит только от фантазии политической воли правоохранительных органов и установок, которые им дадут. Здесь, к сожалению, мы уже не можем говорить о каком-то правовом механизме или о какой-то юридической тактике, которую можно предугадать. Любые слова, направленные против войны и против режима, который развязал эту войну, чреваты последствиями в виде административного или уголовного наказания за дискредитацию или за фейки о вооруженных силах. Поэтому будем наблюдать, насколько власть боится муниципальных депутатов и насколько жестко готова действовать в отношении такого консолидированного мнения муниципалов со всей страны. Хоть и возможность импичмента действующего президента при выдвижении обвинения закреплена в Конституции Российской Федерации при нынешнем составе Государственной Думы, по словам Бураковой, представить это невозможно. Практически 100% депутатов подконтрольны и будут, конечно, голосовать так, как прикажет, скажем так, одноправящая партия. Такой контроль над парламентом устанавливался десятилетиями и сейчас он достиг такого апогея и ужасного единства, когда ни одного не осталось практически независимого голоса в федеральном органе законодательной власти. Муниципальные депутаты понимают, какой будет реакция Госдумы, но политики стремятся донести до избирателей с оппозиционными взглядами, что они не одни. Наши все обращения – это способ выразить наш протест, показать гражданам России, которые просто часто боятся высказывать свое мнение, но при этом против войны, что они не одни, что есть люди, есть целый орган власти. Пускай это небольшой, всего лишь муниципальный совет, но орган власти, который против войны, есть люди, которые не боятся это говорить. Субтитры создавал DimaTorzok